Так, еще раз. Десятая лекция. Динамическое программирование. Поехали. Я вам в прошлый раз говорил о том, что факториал считать рекуррентно не нужно. Но особенно хорошо это стало заметно с числами Фибоначчи. Числа Фибоначчи считаются неэффективны. Я показал дерево, как оно растет. В то же время, легко предложить алгоритм, который будет их считать правильно. В этом алгоритме, давайте начнем, например, с числ Фибоначчи. И мы с вами запишем функцию их вычисления. Я назову их длинненько. Фибоначчи. Так вот, от n вычисляет n это число Фибоначчи. Ограничения те же самые, я их не пишу. n больше нуля. Значит, у меня, что я делаю? Я сейчас сделаю это не совсем эффективно, как вам может показаться. Тем не менее, я сделаю это именно так. Пишите именно так. Что я делаю? Я заготовлю вместо функции список. Список заготовлю. Я его назову, соответственно, Фибон. И конечный случай, я его называл крайний, как раз потому, что здесь он не конечный, а начальный. То есть, мне пока что функция Фибоначчи известна где. В крайнем случае, то есть, 0, нулевое число Фибоначчи и 1, первое число Фибоначчи. Однако, мне понадобится заготовить сразу сейчас довольно много еще элементов этого списка. Я туда разложу на ны. Я сейчас конкретинацию списков сделаю, да? Понятно, что такое конкретинацию. Ну, соединяем два списка, получается один список. Вот, я положу сюда элементы нам, это список из одного элемента, повторенный. Сколько мне осталось штук, чтобы n числов входило в этот список? n плюс 1 всего, 2 уже есть, значит, мне осталось n минус 1 число Фибоначчи, правильно? Ну, в смысле, под число Фибоначчи. Сейчас там специально лежат нады, нам тайпа, тип с единственным значением нам. Вот, значит, и теперь начинаем, собственно, вычисление. А именно, я пробегаюсь при помощи цикла ФОР, ФОР Айтен Рейдич, в каком диапазоне? Начинаю от 2, по n исключить или но, значит, плюс 1. Что я делаю? Я пишу число Фибоначчи ит равно числу Фибоначчи и минус 1, плюс число Фибоначчи и минус 2. Ну, учитывая, что у меня Фибоначчи ит, ну, или, давайте, ит, да, вот если вот так прописывать, Фиб и минус 1, плюс Фиб и минус 2. Это математическая формула, да, как я ее записывал, да, ит, когда r меньше губ. Да, вот, вот так. То получается, что у меня вот здесь вот само выражение на языке программирования, оно практически просто дублирует математическую зарпись. При этом, в отличие от рекурсии, где у меня происходит скобками, скобками, вызов функции вычисления, да, у нас здесь никакого вызова функции не происходит, то есть это просто берется элемент, мгновенно, да, заплатили нички складывается, и все, вот он результат. То есть эффективность этого, да, ну, естественно, в конце я что делаю? Я делаю литерат число Фибоначчи 1. Что можно мне сказать по этому поводу? Ну, тот, кто когда-нибудь вычислил число Фибоначчи, а мы, по-моему, выключили, я писал на второй или на третьей лекции сразу. Вот, можно сказать, Тимофей Федорович, что это вы забыли, что ему все памяти столько не тратят, можно делать эффективнее. Но, я вам скажу вот, что даже вот так этот алтаритм эффективнее по памяти, чем в рекурсе. Хотя в рекурсе мы не создавали вот такого длиннючего списка из-за чисел. Тем не менее, у нас на стеке хранились, во-первых, до n адресов возврата, то есть когда у нас происходило углубление, там хранилось n адресов возврата. Во-вторых, все локальные перемены, то есть все текущие n до каждого этапа хранились. Да, и эффективность по памяти невысокая, прямо сказать. Понятно? Поэтому, эта функция, несмотря на то, что мы завели явно, сразу откушали всю память под все числа Фибоначчи будущие, она не так уж и плохая. Кроме того, если мне понадобится вся таблица чисел Фибоначчи, ну мало ли для каких целей, то я смогу ей воспользоваться. Хотя, конечно, в текущей ситуации я вернул только одно число из него, последнее, а весь остальной список выкинули, как только вышли из функции. Понятно? Тем не менее, давайте оставим это как есть. А теперь, давайте порешаем задачу у Кузнечика. Итак, Кузнечик это такой исполнитель, который живет на числовой прямой, все, кто знали, или я про него, знают. Вот он у меня начинает прыгать с точки 1, с точки 1, и он может прыгать на плюс 1, первая команда у него, плюс 1, и вторая команда плюс 2. А он может прыгать через две оклеточки, через одну оклеточки, через одну оклеточку. Понятно, да? Внимание, вопрос. Сколькими способами, сколько траекторий, сколько траекторий, доскакать до точки? Понятно. Давайте с вами рассмотрим эту задачу чуть-чуть более общим. Допустим, у меня есть граф городов с направленными дорогами. Причем обратных дорог нет. У меня есть два города. Город Х, который ведет сколько-то разных траекторий, тут промежуточных городов, куча. Мы сейчас это не рассматриваем. Тут куча промежуточных городов. Ну, в общем, вот сюда, в этот город Х, и в этот город У ведет какое-то количество траекторий. В город Х ведет сюда К из города А. В город Х траектории. Какое-то число конкретное. Семнадцатым словом. В город У какое-то число, давайте его назовем КАУ. То есть количество траекторий из А в У. Количество способов попасть из А в У. И есть некий город З, в который можно попасть только из Х и из У. Прямые дорожки. То есть это конкретные ребра этого графа, да, конкретные стрелочки. Вот. Сколько способов попасть в город З? Очевидно, по комбинаторике, правило суммы, да, что я по-любому либо этой дорогой заканчиваю, либо этой, значит, количество траекторий попасть в город З равно чему? Чему оно равно? Количество траекторий из А в У. Х плюс КАУ. Понятно. И это понятно. А, кстати, а если я вот так нарисую? Вы положите как дорожку из Х в У. Это поменяет формулу? Да. У нас просто количество от других измельцов. Истина. Не поменяется формула. Формула не поменяется. КАУ, он уже, если такая стрелка уже существует, то КАУ, оно учитывает ее. То есть оно при расчете количества траекторий в У, оно рассчитывает, прибавляет вот эти траектории, не заканчивающие все город Заканчивают. Прописываем траектории, которые, так сказать, последний, предпоследний город. Понятно? Так что оно учитывает формулу, от этого не поменяется. Поэтому мы это дело можем не учитывать. Это я к чему? У меня есть вот два города. И вот какой-то конкретный я беру и три города. Который сейчас будет придать кузнечику. У меня есть... Кстати, я уже назвал эту функцию. А ее очень важно назвать. Любую функцию, которую вы собираетесь рассчитывать, очень важно дозвать. Как только ты назвал своего врага, с ним легче сражаться. Вот эта функция будет у меня КИ. Помните, как с ханойскими башнями? Как только мы правильно сформулировали, чуть более общую эту функцию, там мы смогли выразить рекуррентно вот это вот отношение. Переместить это сюда и это сюда. Да? И что там ИТ и КАПИ. Очень важно, а не первых там. Ладно, короче, КИТ и КИ-1. Я хочу сейчас называть города. То есть вот здесь вот у меня тут какое-то пространство. Далеко-далеко. И минус вторая точка, и минус первая, и ИТ. Допустим, мне уже известны количество способов попасть из точки 1 в точку И-2. Допустим, мне уже известно количество способов попасть в И-1 точку. В И-1 точку я могу попасть только из клеток. И минус 1, и из клетки И-2. По-любому вот так это заканчивается. Да? Значит, у меня количество... Да, и еще раз скажу. Меня не волнует то, что вот здесь вот есть эта дополнительная дорожка. Меня не волнует, потому что в количестве способов попасть сюда уже это учтено. Поэтому что я могу сказать? Что у меня количество способов попасть в город И равно количеству И-1 плюс КИ-2. Ну, я здесь не пишу, что из первого города. Ну, очевидно, что из первого. Ясно? О, рекуррентная формула. Да и она, понятно, что расширяется опять же. Можно насчитать ее слева направо. Динамическое программирование – это рекурсия. Но, но, разворачиваемое, как бы от крайнего случая вперед. То есть мы берем те... Вот, кстати, а здесь что мы знаем? Вот давайте, на первого города, конечно, траектории. Ну, очевидно, одна стоит на месте, да? Эта траектория вполне себе законная. Ничего не делала. Вот и набрались. К-2. К-2-1. Вот этого, в принципе, достаточно. Да? А кто стучит? Снег стучит. А-а-а. Недовольны наши лекции. Так? Крайний случай, и мы от него разворачиваются. То есть мы расширяем свое знание о функции. Понятно? И рекуррентная формула используется как методика расширения. Это очень важно правильно, да? То есть, чтобы не возникало такой ситуации, что вот это количество еще неизвестно. Что там условно-гнаны какие-то торчат. Да? Я что хочу добавить? Я сейчас быстро напишу. Я хочу добавить сюда один город еще. Называется барьерный элемент. Этот метод барьерного элемента часто очень удобен. Ну, мне же со мной сейчас создавать массив количеств траекторий. Да? Вот. А-а-а. Там ну любой элемент будет как раз прийти. Да? Ну, мы бы сюда и пишем. Сколько способов попасть в город ноль? Ноль. Способов попасть в город ноль, да? Давайте заменим К2 на К0. И обнаружим, так, К0 равно нулю. И обнаружим, что у нас прекрасно это тоже получает. То есть, город 2 как раз один плюс ноль в траектории. Один. Да? Так что мы сможем разворачивать это, начиная с города 2. Да, и, конечно же, мы смотрим на рекулепную формулу. Смотрим, что она полностью совпадает с числами Фибоначи. Ну, сразу говорю, количество попасть в ноль в город равно числу Фибоначи. Н там, да? Ну, и можно просто там, например, расписать. К равно, да, это сказать количество. Так, количество. Да, здесь написать К, К, К. И, пожалуйста. Понятно? То есть, сама методика анализа задачи, она вот так. Вы можете сказать, зачем мы вообще вот этого проекта Кузнечика рассказываем, когда можно было обмануться Фибоначчи. Задача номер 2. Кузнечик. Давайте пропустим сейчас задачу о запрещенных точках. То есть, есть такая задача о количестве траекторий, но некоторые точки запрещены для посещения. Ну, естественно, не подряд, адущие. Да, вот на некоторые наступать нельзя. Сколько в итоге траекторий возможно? Вот. Тут уже с числом Фибоначчи не совпадает, и тут придется кое-где прям посмахивать. То есть, если точка принадлежит запрещенному... Ну, там решение очень простое. Да, вот здесь вот будет поправка такая. Если точка И, да, принадлежит множеству запрещенных, то, соответственно, КИ равно нулю просто, и все. Туда ноль способов попасть. А иначе та же самая форма. Да? Я думаю, что это не обязательно расписывать, потому что все очень просто будет писаться. А теперь давайте с вами вот эту следующую задачу. Третья задачка о кузнечике. Значит, это будет у нас... Это будет у нас монт стоимости. Итак, посещение клеток стало платным. Посещение точки И стоит прайс и так далее. Включая точку 1. Точка 1 тоже платная. То есть, стоя на ней, он уже будет заплатить какое-то количество. Так вот. Меня интересует минимальная стоимость Минимальная стоимость Достижения Точки И. А, точки И. Точки И. Итак, давайте рассуждать. У меня есть два города. Икс и икс. Да? Давайте как-нибудь назовем нашего врага. А что мы, собственно, считаем? Цена, стоимость. Да? Вот минимальная стоимость достижения точки И. Давайте назовем ее. Цена, стоимость минимальная стоимость. Ну, естественно, я возьму в качестве предыстории, предгорода. Да? Мне все равно. Я отвечу вам о Владивостоке. Новосибирске или Екатеринбург. Да? Там пересадку надо сделать. Какая разница? Я беру самый дешевый способ добраться до Новосибирска и до Екатеринбурга. Понятно? Там, там. И я брал бы стоимость перелета, а здесь перелетов кузнечику ничего не стоит. То есть, эта стоимость прибавляется по-любому. Да? А из вот этих двух я стоимость, в смысле цена. Прайс. Да? То есть, получается, что ЦЗ. Да? ЦЗ. Давайте сразу на И. На конкретные номерки. Да? То есть, у меня получается следующая формула. ЦИТ равно. ЦИТ равно. Так. Ну, я сейчас пока рекуренд напишу, потом крайний случай. Оно равно. Прайс ИТ по-любому. Плюс минимум из ЦИ-1 и ЦИ-2. Ну, естественно, что для этого эти стоимости уже должны быть посчитаны. Ну, допустим, они уже посчитаны. Ну, впрочем, понятное дело, что если я начну стоимость разворачивать от крайнего случая, в данном случае начального, да, то у меня получится, что я буду действительно знать все предыдущие стоимости для всех городов, и для следующего я легко могу посчитать. То есть, за счет порядка обхода я гарантирую вычисленность всех предусловий, да? Всех. Так. Теперь давайте разбираться. Стоимость посещения у города номер 1. Очевидно, она равна прайс 1, да? А стоимость посещения у города 2, она очевидно равна прайс 1 плюс прайс 2. А могу ли я и тут, как и в прошлой задаче, сделать барьерный элемент? Давайте попробуем. А просто какая стоимость должна быть? А? О, давайте выберем. Тогда рассчитываем стоимость для города 2. Выбрать минимум из нуля и прайс. Что он выберет? Да. Он выберет 0. А? Да. То есть, там цена должна быть как в первом городе. Как в первом городе? Ну, может быть. Но это не совсем корректно. То есть, получается, что туда, в принципе, возможно добраться. Есть более корректный способ это сделать. А, плюс бесконечность. Правильно. Как записать плюс бесконечность в язык программирования? Ну, казалось бы, немыслимо. Оно, правда, немыслимо. Однако, способ такой есть. Среди натуральных чисел в питоне нет возможности написать плюс бесконечность. Но натуральные можно сравнивать с дробными. А у дробных чисел с плавающей точкой есть зарезервированное специальное число плюс бесконечность. То есть, оно специальное. То есть, это такое специальное состояние бит, которое воспринимается не как просто число бит. Его можно получить вот так. Я говорю, флуат. То есть, число с плавающей точкой. А здесь в кавычках напишу плюс ильф. Вот. И вот это дело, оно интерпретирует вот эту строчку. Как число с плавающей точкой создаст его число. Его можно будет сравнивать. Да? И он, естественно, при сравнении будет всегда блин. То есть, то есть, плюс бесконечность. Опа. Значит, что я делаю? Да, кстати, я просто... Я, знаете, что начал делать? Вы меня простите. Я уже, как сказать, поскольку питон похож на математические выражения, очень. Я уже тут начал писать, что я буду писать в питоне. Ладно. Давайте напишу этот алгоритм. Значит, что я сейчас заготам? Мне надо заготовить, собственно, начальное значение и подготовить в питоне. Да и это не количество уже. Это у нас стоимость. Стоимость. n. Итак, что я делаю? Я вот эту функцию c заготавливаю. Функцию, в смысле, массив. В которой я закладываю в качестве первого элемента флот от n. Ну, тут правильнее было. Если вы, там, вольте скидки, не скидки, не скидки. Плюс бесконечность. Потому что вот математика не пересекалась. Флот от n. Запятая. А, да, кстати, для вычисления мне, естественно, тот, кто спрашивает эту стоимость, он мне должен дать не только n, но еще и должен дать мне, собственно, эту самую стоимость n клеток. n, запятая, и, собственно, список прайс. Прайс содержит стоимость для всех клеток. И так, флот, начиная с первого. Ну, я считаю, что там нулевая, как лучше. Не важно, что там, я просто туда не загляну. Флот от n. Прайс достижения к верхке 1. И плюс, а? Потому что нулевой, я считаю, потому что там индексы у меня не возиться с индексов, что мне вот этот список заложили в качестве нулевого элемента, не важно что. А реальные стоимость начинается с первой. Ну, значит, я тут написал прайс нулевая. Ну, просто я хочу подчеркнуть, что я статую с первой, а не с нулевой. Нулевой это добавляемый мной барьерный элемент. Так, ну и нано туда n-1 штука. Ну, кстати, не обязательно нано, можно нолики туда разложить. Да, потому что нано только мне помогает подчеркнуть, что там сейчас фигня. Понятно? Да, если ноль, то есть если у меня будет какая-то попытка арифметической операции с нано, как мин, то просто любая операция с нано, она приведет к ошибке. Сейчас мы будем распечатывать нано. А, распечатывать нано можно. Печатает нано. Значит, а с ноликом просто никак разникнуть. Поэтому лучше может быть нано, но в другом языке так не получится. Там придется какими-то числами, да? Ну, обычно нолик разбивают. Ну вот, поехали. Значит, что я делаю? Побежали for i in range. От куда? От 2-го до n-го включительно возьму . И что я пишу? c и t равно чему? Ну, для начала price и ты. И как мне найти минимум из двух? Я могу, конечно, if вписать. Но надо сказать, что в питоне есть функция мин, которая дает мне минимум из двух чисел. И удобно воспользоваться. Плюс мин от c и минус первого, запятая c и минус второго. Ну и опять мы видим, что, собственно, математическая формула здесь практически один в один. Вот она и пошла. Да? Очень логично, понятно. Ну и в конце не забываем, что я из этой функции таки должен вернуть эту стоимость достижения этого итогового договора. Которая посчитается в самом конце. Вы скажете, а как, Тимофей Федорович, нам узнать путь? По какой траектории? Ну мало сказать, какова минимальная стоимость. Ну сказал, сказал. А какой путь достижения этой клипочки? Да? Давайте мы сделаем так. Я из этой функции верну, собственно, не одну, а весь список стоимостей. То есть я его сформировал и вернул весь. Да? И там, где, я просто сейчас, чтобы был понятен интерфейс взаимодействия, там, где я буду этой функцией пользоваться, я это напишу вот так. Да? То есть мне там с клавиатуры кто-то вводит прайсы. Ну каким образом? Целую массивную клавиатуру как можно это ввести? Как? Помните? Не знаете? А? Ну давайте так. Мне же нужно в качестве нулевой там фигню какую-нибудь, да? Давайте нулевой там и как-то. Нам. Специально. Нам. Да. А тут я пишу генератор. Сейчас. Генератором одним считается клавиатура. Н. Чисел разобьем их все. Что я в одной строке хочу все считать. Интовать сразу. Делать их целыми числами. Целой стоимость посещения. Инт x форм x. Инт. Что? Инпут. Сплит. Инпут скобки. Точка. Сплит. Вот я квадратное скобище не поместил сегодня. Она у меня вне. Понятно, да? Понятно? Считаем. Когда обрабатывается генератор. Вначале вычисляется input. Для этого вначале вычисляется input. Считывая с клавиатуры то, что вы ввели. Точка сплит разбивает по пробелам на отдельные подстроки. Получается список строк, да? И по этому списку строк у меня ввели x. И для каждого из этих слов. Это слово интуится в число. И эти числа закладываются в список. Этот список конкоренируется с этим натом. Получается вносив стоимость. Ну ясно, да? Ладно, это я оформляю это дело под использование. Хочу напечатать путь, да? Что я делаю? Я вначале вычисляю эти самые стоимости. Кост назову. Кост. И вызываю свою функцию стоимость. Передаю туда art n. Забыл считать. n равно . Итак. Стоимость n, запятая price. Все передал. Она мне вернула массив стоимости. Давайте сразу подготовимся к тому, как мы будем вызывать эти там траектории. Путь кратчайший, да? Path равно shortest path. Path. Shortest path называется функция. Ей нужно передать cost. Ну давайте n, запятая n, запятая cost. Предполагается, что cost уже заполнен. Правильными, минимальными стоимостями достижения. Окей, да? Ну и этот print path. Path это список точек, которые требуется посетить, начиная от первой, заканчивая первой. Да? Итак, давайте напишем вот эту функцию. Shortest path. Давайте напишем ее вот. Ну вот. Мой. Эй. Эй. Да. Да. Эй. Шортёры. Эннн... Итак. Итак, первое. Я точно знаю, что входит клетка номер N. Давайте сразу ее добавим. Вот я сразу скажу P на равно и добавлю туда клеточку N. А теперь смотри. Я буду идти от конца. От конца. То есть у меня есть клеточка, ну какая-то, катая, да? Катая. Итак, я в эту клетку пришел из какой-то определенной клетки. Или из каменности первой, или из каменности второй. Из какой именно я пришел? Из той, в которой стоимость достижения минимальная меньше. То есть я должен что буду делать? Циклически сейчас спрашивать, в какой из двух клеток стоимость меньше и ее добавлять в конец этого пути. Понятно? Итак, что я сделаю? Пока у меня клетка, которая находится в самом конце, в итоге минус первая, соответственно, да? То есть последний элемент. Последний элемент этого пути. Значит, пока она не равна, восклицательный знак равного. Чему? Какой? Первый. Я же к ней иду. Что я делаю? Я выбираю. Говорю. Если у меня... А, да, стоп, одну секунду. Чего? Я, чтобы покороче для выражения, я сейчас назову вот эту вот клетку BF минус первую, назову словом кара. Кара, текущая, на которой я стою, она равна BF минус первую. Вот. Так вот, что я говорю. Ну, или кара, да, или кара, тут написано. Ну, кара. Что мне получается? Если у меня... Давайте, все-таки, я... Там еще будет длинный. Я лучше соку и напишу руку кара. А, простите, что я опять не имею в виду значения. Так, правда, будет короче. К равно BF минус первую. Итак. Если у меня кост от К минус один меньше, чем кост от К минус два, то я добавляю в конец путей BF точка E-Pend, конец пути. К кого я туда добавляю? К минус первую. Потому что в нее минимальная сумма попасть дешевле. К минус один. А иначе добавляем BF E-Pend К минус второй. У меня путь сделан, в нем все точки, начиная с n, заканчивая первой. А мне бы, конечно, наоборот его вывернуть в первое по n, то есть я его раскручивал сзади, а печаток мне бы его обначал, ну и возвращаясь к функции соответственно. Поэтому я перед тем, как возвращать его, я возьму и его изменю. Ну я прям в срез, сделаю в тот же самый список, в этот срез, я кладу кого? Я кладу туда срез заданный период, ведь этот самый список только срез с шагом минус один, от края до края с шагом минус один. Ну и все, после этого ему можно возвращать и turn path. Все понятно? Да? Восстановили их траекторию. Ребята, мы решили не простую задачу, динамическим программированием, да, мы все подготовили, подготовили. А дальше, ну, просто раскрутили аккуратненько все. Понимаете? Задача оптимизации. Не очень маленькая задача. Ладно, давайте отдохнем, после этого будет король. Опять-нибудь. Может двигаться только вправо, влево не может. Вниз, вверх не может. И вправо-вниз по диагонали, а также другие ходы исключены. Спрашивается, сколько способов достигнуть правой нижней клетки. Очевидно, что для какой-то клетки с индексами И и ЖИ. А? Вот, кнопочка какая-то, у меня есть индексы. И-тая строка, ЖИ-тый столб. А что ты не включил? Для этой клетки у меня количество траектории, достичь ее, зависит от трех клеток. Слева, сверху, и слева, сверху. Соответственно, количество способов попасть в клетку И, ЖИ, получается как бы Y, X, номер строки, а потом номер элементов строки. Такой способ вписывать матрицы, это как в питоне, как в СИ, по-другому только в фортране. Итак, чему рамно? Количество способов попасть в клеточку И минус первая ЖИ, плюс количество способов попасть в клетку И минус первая ЖИ, минус первая. Да? Ну я. Крайние случаи сейчас я распишу вообще отдельно. Теперь крайние случаи. Итак, у меня, вот я запросил короля сейчас. Вот на этом же поле я сейчас напишу крайние случаи. Сколько способов попасть в начальную клетку? Ну, очевидно, не двигаться. То есть один способ попасть сюда, да? Сюда сколько способов? Ну, вправо. И по-другому никак. Ну и, собственно, и сюда. Один способ попасть из цветочки, куда один. То есть я, в принципе, беру вот эти вот две строки, точнее строчку и столбец, могу пробить единичком. Вот мои крайние случаи, да? У меня вопрос вот какой. А нельзя ли и тут побаловаться и сделать барьерные элементы? Вот из-за дырка. А, нули, да. Ответ положительный. Да, так можно. То есть я сейчас сделаю вот что. Я пробью вот эти вот клеточки, допишу все как-то нулевой строки. Все равно как раз там удобно будет нулевой индекс, чтобы не было никаких смещений, да? Лишних элементов. Их не так жалко. Это, знаете, как поверхностный слой, объем, ну, площадь вообще, да? Или там мало этих клеточек. Памяти не очень жалко. Она не квадратичная. У нее размеры М плюс 1. Вот. Значит, и что мне туда записать? Ну, ответ. Туда ноль способов попасть во все эти клеточки, поэтому я благополучно забиваю это ноликами. Да? Значит, и у меня все нолики. Вопрос, откуда же возьмутся единички? Откуда возьмутся единички? Ответ. Откуда возьмутся? Надо дописать. Только левый верхний, который у нас существует, там единички поставят. А, да, вот на одну единичку так и поставят. Да, и все остальное. Да, все остальное, все, все так. А теперь возникает вопрос. А как мне совершать обход так, чтобы у меня для каждой рассчитываемой клетки, клетка слева сверху и слева сверху были уже посчитанными? Вправо от единички, а потом вниз от единички. О, какой интересный. Я такого еще способа не слышал. Забавный. Ну, я расскажу сейчас, тогда вас тоже прислажу. Смотри. Ну, вот, или давайте в первую сторону. Первый вариант. Вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так, вот так. Ты правильно? Да, 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 да. Да. А можно просто по массиву ходить? Да. Ну, это не очень просто реализовать. Можно просто слева направо, слева направо, слева направо, слева направо, слева направо, слева направо, вот так. Да? Понятно. Есть вариантка Столбцова. Трын, дын, дын, дын. Они все вроде бы равнозначны. Самые экзотические хотите приведу? О, абсолютно. То есть вот так вот, диагональными. Когда вы работали с двумерными массивами, задачки на заполнение массива, помните? А вы помните задачку о заполнении массива, вот так вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помните такой линии? Нет? Ну, она к сложным задачкам относится. Ее могли вообще не дать в этом году. В том году была. Вы имеете в виду в контестах? А, спиральник была. Спиральник. А это медаль. Жалко. Дело в том, что вот этот механизм обхода с точки зрения распараллеливания, потенциального ресурса распараллеливания, этот алгоритм лучше. Он подлежит большему распараллеливанию. Потому что вот это, вот это, при этом, что я могу пустить в независимые процессы совершенно. Вот это, вот это, вот это информационно зависимо от, вот в той кое-каклеточке есть взаимозависимость от двух этих фотографий. Но это уже не касается напрямую сейчас, но тем не менее, иногда какие-то экзотические фишки, которые кажутся, ну нахрена заполнить массив вот так можно, понимаете? Зачем это делать? Или зачем решать вот эту задачку про короля? Вот таким образом, да? А вот, оказывается, существует такая проблема. Должна действительно решать так. Ну, мы не будем ничего распараллеливать у нас вычисления в один процесс сейчас. Мы начнем слева направо аккуратненько вот так вот идти, да? Ну, единственное, что первую строчку, поскольку нам вот эту единичку нельзя перезаписать ноликом, да, вот туда вот, там должна остаться единичка. Первую строчку мы должны получать вот этого единичка. Давайте ее посчитаем отдельно. То есть она будет не совсем крайне случайно, она будет рассчитываться отдельно. Итак, давайте DEF, количество, значит, у меня что тут? M, N. Ну, давайте я сделаю, чтобы у меня совпадал порядок индексов, строка, столбец. Я буду писать вначале не ширину, а высоту, да, то есть индексы, точки указывают, да? M, да, M. Итак, при этом, давайте еще раз подчеркну, что M, это у меня ширина, да, M, высота. Понятно, да? Итак, поехали, создаем массив, как список. Ну, очевидно, это будет список списков. Но они должны быть двумерные, да, то есть список списков. Что я для этого делаю? Да, и еще с барьерными элементами, с этими ноликами. Да, и я сейчас изначально заполню все просто нулями. Потом вот единичку отдельно воткрою. Итак, что я делаю? Я кладу в списки из M нулей. Это такая строка у меня, содержит M нулей. Повторяю, 0, M раз. For line, можно было не написать. Line and range. От чего? От нуля я не буду писать, да? N. Опа! Я проземпал, ребята, я забыл про барьерные элементы. M плюс 1. Множить на M плюс 1. M плюс 1. For line and range. N плюс 1. О, все, можно закрывать. Итак, ну вот, собственно, я сейчас на нами не стал ничего забивать, да? Видите, я просто буду сам в уме держать, что все, что тут, это некорректно. Это не нули. Просто там я еще ничего не знаю. Осталось, что я сделал. Клеточку 1,1. Положить единичку, да? И, собственно, рассчитать для всех вот этих вот клеток. На самом деле, там же просто единичка. Ну что я буду бежать сейчас, вычислять? Я сейчас не буду цепут писать вычисления. Хорошо? Я просто напишу тогда для первой строки. Первая строка, она состоит из... Вот я прям в первую строчку. Я тебе скажу. Она состоит у меня из нуля. Вот этого вот. Не дай бог, я сейчас туда единичку пишу. У меня сразу туда вылезет двойка. Из нуля плюс единичка n раз. m раз, прошу прощения. О, вот только здесь плюс 1 не надо. О, вот теперь я эту строчку инициализировал единичками. И вот это будем считать удобный край. А в таком случае... Для моего способа обхода. Вот, ну вот, построчному. А можно спросить, пожалуйста? Одну секундочку. Да. А, нет. Ну, в таком случае, может быть, стоило сразу заполнить единичками? Там. Верхний столбец и... Вот это стало? Да. И просто, ну, без та нули, как бы. Ну, зачем было прописывать нули, если там будут, как бы, все равно единички? Да, можно было бы. Но дело в том, что если эту задачку переносить там на расчет дешевейших способов, то там уже так не получится. Там в этот край, даже вот это там уже так не получится, потому что там придется эти стоимости суммировать для достижения этой крючки. То есть, там он по-любому из предыдущих слева, но все равно их придется суммировать. То есть, не совсем примерно. Вот. И для столбца аналогично. То есть, проще... Ладно. Before I enrage. Вот их. Это номер строки. Начиная со второй строки. 0, 1, 2. Вторая строка, да? И с первого столбца. Значит, со второй строки по m-ты включить... О, m-ты-ю строчку включительно. И в этой строке для элементов с первого по m-ты включительно. Что я делаю? Я пишу количество способов упасть в и-ты, в ж-ты, равно... Ну, кстати, у меня сейчас проблема такая бытовая. У меня сейчас питоновское выражение перелезет с этой строки. А в питоне выражение должно быть в одну строчку. Что делать? Можно, конечно, поставить вот такую черточку в конце. Но это мовитон. Ну, в какую черточку поставим, перенос строки. А лучше поставить... Так можно сказать, что строка не заканчивается, ищи выражение дальше. А можно взять, открыть скобку, тогда питон будет ждать продолжения на строчке строки. Да? То есть он, как бы, пока скобка не заканчивается, он будет считывать на рынке. Так лучше. Итак, k, кого-то, какое? i-1, j, t. Плюс... Нет, плюс не дублирую, потому что нельзя. Вот, да? Что я пишу? k, i, t, j, m, плюс 1, плюс k, i, t, минус 1, j, t, минус 1. Скобка закрывается. Собственно, все. В конце вернуть k, n, t, m. Ура! Абсолютно так же решается задача с минимальными стоимостями. И восстановление траектории короля. Как для кузнечика. Просто двумерная динамическая... Вы поняли, да? То есть это было одномерное динамическое программирование для кузнечика, да? А у короля это двумерное динамическое программирование. Догадайте, существует ли трехмерное? Конечно, существует. Да, но, правда, там методики обхода будут. Там уже никуда не деться. Там придется как-то вот так вот аккуратненько заполнять. Хотя нет. Там не обязательно, вот, нетривиальный способ вот так вот спиралью наматывать. Это не обязательно. Да. Да. Еще раз. Еще раз. Вот тут. Нет, все правильно. Итак, ну что же, опять же, можно сказать, Симофей Федорович рассказывает сейчас какие-то довольно абстрактные вещи, напрямую к математике и к физике не относящиеся, да, может быть, это вообще и не надо. Давайте я вам поставлю задачу. Значит, задача называется наибольшая общая подпоследовательность. Наибольшая общая подпоследовательность. Или по-английски longest common subsequence. По-английски она более говорящая, потому что ломкость, то есть наидлиннейшая, да, наидлиннейшая. Что такое подпоследовательность? Ну, допустим, у меня есть какие-то числа 1, 2, 4, 3, 5, 6, ну и какая-нибудь другая подпоследовательность, да? Ну, давайте я сейчас пока не на петону не буду писать. Понимаете, что я могу написать? Равно взять стопки или на петон, вот. Ну, какой-нибудь там, не знаю, 2, 1, 3, 4, 5. И я могу задаться вопросом, давайте так, а что такое подпоследовательность? Подпоследовательность, это когда я некоторые из чисел зачеркнул, и вот оставшиеся числа представляют из себя подпоследовательность. Два крайних случая. Первый крайний случай, когда я никакие числа не зачеркнул. То есть сама последовательность, она своя подпоследовательность, да? И второй вариант, крайний, когда я все перечеркну, у меня получится пустая последовательность, да? Она является подпоследовательностью любой последовательность. Ну, то есть очевидно, что у любых двух последовательностей есть общая подпоследовательность, как минимум одна, пустая, да? Но в данном конкретном случае видно, что можно выбрать что-то подлиннее. Ну, например, можно 1, 3, 1, 3, 5, а можно 2, 4, 5, на самом деле одинаково получилось. Итак, меня интересует длина этой наимнейшей общей подпоследовательности. Давайте рассмотрим эту задачку. Назовем нашего врага. Давайте как-нибудь ее параметризуем. Потому что отвечать сразу L, A, B как-то сложновато. Очевидно, что у меня A имеет какую-то длину M. Ну, я по-битоновски пишу, но так будет понятно. Как это идет? У меня есть длина этой последовательности. Этой последовательности. Что меня интересует? Меня интересует L, что? M, M. Что я имею в виду? Я сейчас буду рассматривать, как был. Это, собственно, и есть длина. Да, это есть длина. L, C, L, C, S, длина L, C, S, длина L, C, S, longest common subsequence. Ее так сокращают. L, C, S. Длина наибольшей общей подпоследовательности. Но такой, где у A я сделал срез из M элементов, а у B сделал срез из M элементов. То есть я, короче говоря, выкинул часть элементов. Но взял только первые M штук из A и M штук из B. Из B. Я назвал это и параметризовал специально так, чтобы я мог отвечать на какие-то промежуточные вопросы. Ну, то есть если я возьму, вот, например, выкинул из A и из B все, полностью. Так? То есть вот, признайте себе, ну, вот, срез с начала по нулевую элемент не включили. Тут пустые срезы. Так? Длина наибольшей общей подпоследовательности. Ну, али. Ну, али пустые, подпоследовательности кроме пустой их нет. Ну, то есть я сразу могу сказать, что L 0 0, она у меня равна нулю. Да? Замечательно. Да и можно так сказать, что, собственно, L и то я нулевое, да, равна нулю. Ну, потому что одна из последовательностей пустая, у меня других подпоследовательностей кроме пустых нет. Пустая точно является подпоследовательностью первой. И L 0 G тоже равно нулю. О, замечательно. У меня оказывается, что вот эти длины этих вот последовательностей вот такие. А теперь давайте с вами рассмотрим, вот, собственно, вот этот вот срез A. Вот, это сейчас не программирование, пока. Это рассмотрим. Срез A. Сейчас я думаю, можно... Так, куда мне вся эта программа попала. Давайте я попробую вот это все-таки касаться еще. Рассмотрим срез A, начиная и заканчивая I, срез B, начиная и заканчивая G. Вот. Очевидно, что эти срезы, да, они содержат... Тра-та-та-та, А и ты, да. Тра-та-та-та-та, B, J. А, прошу прощения, и минус первый. Потому что у меня А нулевой здесь, да. Они что-то с нуля у меня переселуются. B нулевой, B, J минус первый. Так, чтобы сейчас с индексами не навалять. Итак, значит у меня вот какой вопрос. Допустим, мне известны длины кратчайших подпоследовательностей для всех последовательностей меньших, чем и ижи. Вот я спрашиваю, какова длина подпоследовательности вот этой и ижи? Дело в том, что я сейчас как бы дополняю предыдущую последовательность и минус второе, то есть вот этот кусок предыдущих средств одним последним элементом. Так, здесь и здесь. Если а и минус первое, и b и жи минус первое, и ижи и элементы совпадают, то очевидно, что у меня длина будет больше на единичку, чем старт. А, b и перенесу вот сюда. Значит, она равна l и минус первое, жи минус первое, да? Плюс один. Но это только тогда, когда а и минус первое, да? Равно b и жи минус первое. А если нет, не совпадает, ну тогда, значит, она равна большей из двух длин. Большей из двух длин. Какой? А либо, если мы выкидываем элементы а и минус первое, то есть вот нам, я говорю, известны эти длины уже для более коротких срезов, да? Без а и минус первого, либо без b и минус первого. Понятно? То есть либо у этих двух, вот, под последовательность наибольшей берем, либо у этих двух, вот, соответственно, но эти не равны друг другу, поэтому удлинеть нельзя. Большей из l и жи минус первой, или l и минус первой, жи. Ясно? Ну, в противном случае, то есть когда а и минус первое, не равно b, жи минус первому. А теперь, что мне остается? Осознать, что это выглядит точно так же, то есть это двумерное динамическое программирование. У меня нолики в нулевых элементах, да? Ну, а дальше, собственно, ну, вот этой ситуации с единичками нету, да? И мне остается только аккуратненько это дело, да, и зависимости все вот такие, да? Но тут либо этот вариант, либо больше из этих. И это зависит от, ну, эти массивы, они мне даны, ну, эти строки, они мне даны. Вот последние эти массивы, списки. Они у меня есть, я восьмомовых странах все время, да? Я просто буду заглядывать туда, и кого я бил, или этого, или большего из этих. Поехали. Значит, что я пишу? Я пишу for, а, ну, этот самый, n равно, потому что я там написал, лен а, m равно, лен b, а. Теперь давайте двумерный массивчик себе создаем. Как я его называл? L, я его хочу называть. L равно, список списков, он содержит нолики, умноженные на, о, что там, а, m плюс 1, так, for i, in range, ой, это у меня m плюс 1, потому что это строк, длина строки, а здесь, я, я вот эти свежие сейчас подсадую чуть-чуть. Это не будет, это край, в случае, перекурив, in range, n плюс 1, так, ok, что делаем дальше? А теперь запускаем цикл форм, я думаю, построчно, for i, in range, реально эти срезы мне брать не надо, это было только для рассуждения, только для пояснения или приятных форм. Поехали, начиная с первой строки и по n плюс включительного, в этой строке для элемента жиль, в диапазоне от 1 до m плюс 1, до m, включительно, и что я делаю? Я пишу, if, если у меня а и ты, равен, ой, прошу прощения, индекс, это у меня и тут минус 1, и минус 1, это и ты, элемент, равен, g минус 1, ну, то есть это же и ты, элемент, да не смутите вас, это минус 1, в этом случае я пишу, что, что l, it, j, понятно, да, еще раз, it, элемент, списка, it, элемент, списка, имеет индекс и минус 1, поэтому для него, вот, коротчайшее расстояние, да, ну, и минус 1, ясно? Так, вы не смущаетесь, так вот, l, it, j, t, чему равно, оно равно, l, i, минус 1, j, минус 1, плюс 1, да, а иначе, а иначе, а иначе, чему равно, а иначе, e, it, j, it, равно максимуму из кого? Максимум из кого? l, i, i, минус 1, j, запятая, l, какая это у нас получается? i, t, j, минус 1, ясно? собственно, все. собственно, все. то есть, к вот этому моменту у меня есть вся полная матрица вот эти вот, для такого среза, для такого среза, ну, и для полного, то есть, когда срезали, ничего не срезали, и для полной тюкличны, у меня будет здесь, собственно, это самая длина наибольшей общей подпоследовательности. да, то есть, я ее могу вернуть. хотя здесь есть поправочка. return, l, m, t, m, t, n, t, строка, m, t, элемент в строке. вот, поправка вот какая-то. а саму наибольшую общую подпоследовательность я могу вернуть? ответ да. как? а также, как для кузнечка, мы возвращали shortest path. то есть, мне нужно раскручивать от вот этой вот точечки, вот сих, так, раскручиваясь каким путем, то есть, равны, неравны, если равны, то сюда, а если неравны, то сюда, а если неравны, то сюда. но последовательности же может быть несколько. а может же быть несколько этих последовательностей? да, но он в зависимости. и он какую-нибудь одну возьмет, да? я могу сказать, вот здесь вот макс, он безличный, да, вот здесь ему наплевать, когда в учителе просто ее длину, то ему какая разница. а когда я буду писать if, то у меня этот if вынужден будет ввести себе либо-либо, да, я там либо больше, либо равны, меньше, либо в какой-то, то есть, он будет выбирать либо этот, одну, либо другу. что у нас со временем? это удивительно, у нас со временем осталось. функция вот макс, она в случае равенства элементов просто возвращает это чувство, да. она не сомневается. ну, если хотите, я вам могу написать собственно восстановление. давайте напишем. давайте напишем. так. так. у меня уже должна быть вычислена вот эта вот a, да, и она вся должна быть, то есть она мне нужна будет вся, а не только последняя. значит, допустим, она мне там, я вернусь всю, да, и я вот сейчас восстанавливаю этот путь, или, не знаю, это вообще, я сейчас так функцию не оформлял, да, можно зачерпнуть, что он там директор априль. напечатает, напечатает, да, но она у меня сейчас вся эта L есть, у меня там осидчик. итак, поехали. я делаю, собственно, ответ, да, LCS, LCS. вначале я сейчас ничего не буду туда включать. значит, I равно, мне придется для отслеживания клетки, где я сейчас нахожусь, держать две переменные, это I и J. I вначале равно m, J вначале равно m. дальше, пока I больше нуля, и J больше нуля, пока они больше нуля, если у меня A и минус первое, ой, а, нет, все правильно, да, равно B, G минус первому, в этом случае, что я говорю, добавляем, собственно, этот элемент, значит, он входит, да, то есть, значит, раз буковка, ну цифра к этому совпала, значит, он входит в общую подпоследовательность, ст. клеточки, и мы сдвигаемся по диагонали влево, так, значит, пришли вот отсюда, да, и I-1, J-1 будет, и не забыть добавить ответы, значит, L-C-S, 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 точка пенда, а, вот, а, не важно, пока они совпадают, ну, допустим, без A, A и минус 1, правильно, и, и минус равно 1, так, но в питоне, кстати, можно пользоваться точкой с запятой, это не особо желательно, но можно, так, при желании, J, минус равно, ну, я просто, чтобы строчку написать, у меня места по вертикали не много, значит, так, и иначе, иначе, если, иначе, если у меня A и минус 1, J, равно, A и T, J, да, я не спрашиваю сейчас про J-1 и T, да, именно влево, а вверх пытаюсь пройти, да, то я говорю, что тогда в этом случае J минус равно 1, а иначе J минус равно 1. Таким образом, я путешествую, если совпали, то сюда, а если не совпали, то вверх, но при этом у меня длина попадания сюда, наибольшую последовательность равна вот этому, да, то тогда сюда, а если она не равна, значит, я отсюда брал эту дыну, значит, мне и шагать надо сюда, понятно? Здесь спрятано, на самом деле, определение максимума, я мог бы сравнивать, кто из этих I-1, и J-1, кто из них, собственно, больше. ну, я просто на равен, равен, значит, значит, это откуда, а если нет, значит, откуда, но по-любому откуда-то пришел. Ну и в конце то же самое, я думаю, что это LCS вывернутые знаки, потому что она у меня сейчас в неправильной тряпке записана. LCS на оборот. Ну все, на этом, вроде же, материал весь. Контесты по рекурсии динамики, насколько я понимаю, задерживаются, да? Нет, пока что. Нет, они будут обязательно. Вы их дождитесь, пожалуйста. Значит, еще есть один важный момент. А сейчас на лабораторной работе, которая вот сейчас идет, кто-то, может, сегодня ее уже начал. Про ОПЭ. Объектно-ориентированное программирование. Пусть оно вас не смущает. На лекции оно будет обязательно. Ну так получилось, что на лабораторной оно до. Да его, впрочем, можно совершенно нормально начинать пользоваться, не вникаясь сильно глубоко, сразу потихонечку начинать. Тем более, что все там в тексте есть. Так что вчитывайтесь и делайте. Вы начинаете делать лабораторную, позже другие группы, у вас есть всегда уникальная возможность. Вы можете подсмотреть заранее, если там теоретический материал, и почитать, чтобы вам было легче. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ